Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дерри Арт Рисовать Может Каждый. Сегодня у нас выходит итоговый третий урок нашего марафона осенние тюды, где мы продолжаем совмещать акварель и гуашь. Пробуем для себя новую смешанную технику. В третьем уроке марафона мы с вами рисуем осенний пейзаж, осень в парке. Как вы видите, здесь нет пенька, многие выдохнули, улыбнулись и давайте будем собирать материалы, которые нам пригодятся. Это, конечно же, акварель. Это нужные цвета, которые пригодятся именно в акварель. Для гуаши мы тоже собираем палитру. Также, конечно, нам нужен простой карандаш-ластик, чтобы сделать карандашный рисунок. И, конечно, готовьте кисточки. В основном мы будем работать мягкими кистями для акварели, но потом будем дорабатывать, добавлять тычками листву при помощи щетины. Рисовать я продолжаю в скетчбуке от Dark Note. Вот здесь у меня формат 19х19 см, акварельная бумага ГОСТ, питерская, плотность 200 грамм. Она отлично подходит для гуаши. Фото-референции, список всех материалов вы, конечно, найдете в описании к данному уроку. Там же вы найдете ссылочки на соцсети ВКонтакте и в Инстаграме. Не забывайте подписываться, выбирать удобную соцсеть и участвовать в конкурсе от наших спонсоров. По итогу всех трех уроков у вас есть возможность выиграть классные призы. Поэтому рисуйте, присоединяйтесь. Давайте не будем затягивать и начнем создавать данный сюжет. Начинаем с карандашной разметки. Здесь у меня квадратный формат, поэтому наш референс я обрезаю сверху-снизу. Если у вас вытянутый формат, вы компонуйте с учетом фотографии. Чуть больше оставьте место сверху и чуть больше оставьте место снизу. Изначально мы скомпануем дерево, оно у нас здесь главное. Примерную линию по диагонали начала, его красивый изгиб. Объем часть дерева уходит за лист. Здесь я предлагаю сделать чуть-чуть дерево по стройне, чтобы оно вошло полностью. Здесь разделим на две ветки. Одна ветка с нахлёстом. Сделали. Дополнительный рельеф. Движение коры корней. Нижний край неровный. Отметили. Вот у нас дерево с вами нашлось. Дальше мы добавим дальний холм. Если смотреть по пропорциям, то чуть больше. Мы оставим место сверху, чуть меньше снизу. И линия резко уходит вниз. Сделали. Здесь у нас будет выходить тропинка. К нам на расширение. Условно мы ее разметим. В этой части у нас будут две фигуры. Силуэтно мы их потом добавим. Дальше нам нужно отметить объем деревьев. То есть мы видим, что деревья слева ниже, справа выше становятся. Отметили. И здесь у нас будет видеться здание. Мы примерно его сначала разметим прямоугольником. Находим угол на залужение вниз. Нижний объем на залужение вверх. То есть по перспективе увели. И в другую сторону, во вторую точку схода. Также по перспективе все увели. Две линии. Таким образом мы находим первый объем прямоугольника. Мы также встраиваем второй объем. Смотрите, чтобы он был чуть уже, чем первый. Данная линия параллельна первому объему. Сделали. Сверху у нас дополнительный объемчик. Кубиком его достраиваем. То есть линии мы делаем параллельными. То есть здесь и здесь параллельно делаем. Можно увести на залужение, но чтобы не путаться, если вдруг с перспективой не знакомы, то просто эти диагонали делайте параллельными. А линии вертикали делайте прямыми. Отметили. И сверху еще небольшой объемчик. Мы его можем абстрактно наметить. Дальше нижний объем. Он шире, но здесь мы посильнее его закроем листвой. Плюс здесь у нас будет достаточно раскидистое дерево. Вот в этом месте находиться. И здесь также у нас поднимется высокое дерево. Основные объемы мы с вами нашли. Мелкие деревья. То есть вот тут у нас будет зеленая поляна, тут красная поляна, мелкие деревья. Все мы это разметим цветом. То есть основные моменты нашлись. Мы можем переходить к цвету. Лучше всего рисунок осветлить клячкой, чтобы он не мешал в процессе работы. И мы будем делать с вами акварельную подложку. Возьмите удобную мягкую кисточку. Начнем с неба. Для неба можно взять любой оттенок синего. Я предлагаю взять голубую с водичкой. Если хочется пасмурной ноты, то можно добавить немножко сажи газовой, чтобы появился серый подтон. Либо индиго взять для неба. И закрываем объемчик. На здание не заезжаем. Местами оставим белые пятна для облаков. Таким образом полностью объемчик проработаем. Не бойтесь заезжать на деревья, потому что сквозь листву должно будет виднеться небо. И продолжим работу. Можно местами сделать цвет по насыщению, вернуться и пятнышки расставить. Расставляем капельки водички, чтобы получились разводы. И можно такие же капельки более насыщенным голубым цветом тоже расставить, чтобы получились разводы. Небо у нас будет сквозь листву виднеться, поэтому мы можем делать его достаточно абстрактным и такие приемы использовать. Отлично. Дальше будем переходить уже к поляне. Немножко лист зафиксирую, а то его начинают коробить. Займемся поляной. Здесь у нас красная, зеленая поляна. Мы начинаем с кадмия красного. Набираем кадмий красный и закрываем им полянку. Дальше набираем в цвет желтую. Дополнительные мазочки добавляем оранжевым цветом, чтобы получились разводы. В нижней части у нас переход от красного в оранжевый. Так как здесь у нас много листвы, мы продолжаем работать этим же оранжевым цветом, но местами делаем то больше красный, то больше желтый. То есть нам нужно такое абстрактное пятно. Основа для листвы. Поэтому смелой рукой цвет добавляем. Здесь также. Делали дальше. Пусть это все всохнет. Мы переходим к зеленой. Открытый зеленый мы брать не будем. Добавляем в остатки оранжевый. И закрываем дальше. На фотографии мы видим достаточно яркую зелень. По желанию можно сделать вот такой акцент, но все-таки хочется изначально подложку сделать более приглушенную. То есть и под деревом этот же цвет добавляем. Пока цвет не высох, набираем больше зеленый. Можно мазочки добавить. Более зеленый. И наоборот, чуть-чуть красный. Также подобавляем мазочки. Пока не высохло. Чуть-чуть желтый. Тоже получается такая классная основа. Дорожка у нас серая. По бокам желтые вкрапления. То есть мы добавляем желтый по бокам дорожки. Красный. А остатки закроем серой. То есть тут можно просто взять сажу газовую. с водичкой и закрыть остатки дорожки. Пусть, если даже сольется с листвой, ничего страшного. То есть это у нас акварельная подложка. Мы можем использовать такие разводы для того, чтобы и у нас в процессе проработки получалось показать разные фактуры, текстуры. И на мой взгляд, это смотрится интересно и красиво. Сделали. Ну и тем более, если акварель страшна, то как раз такие подложки позволяют расслабиться. Потому что все-таки в акварели нужно уметь работать с водой. Это отличная тренировка. Тем более мы знаем, что дальше будет проработка гуашью. И все будет более детально найдено. Дальше давайте найдем цвет для зданий. Тут мы набираем охру. Желтую охру. И желтую охру и закроем. Закрыли. И дальше нам остается добавить дерево. Набираем умбруженую. Умбруженую. В нее мы добавляем немножко фиолетовый. И данным цветом смело закрываем дерево. Добавляем воду. То есть мы стараемся делать сразу для дерева объем влажный, чтобы потом по-сырому добавить дополнительное вкрапление цвета. Здесь обратите внимание, что у меня бумага целеозная, поэтому она сохнет быстро. И я вот могу уже смело добавлять дерево. У меня ничего не растекается. То есть если у вас не подсох фон, вам, конечно, лучше подождать, пока он подсохнет, прежде чем добавлять дерево. Чтобы фон с деревом не сливался. Не бойтесь добавлять неровности. Здесь ветки. Ветки неровные. Так, сделали. Дальше. Тут достаточно интересно. Виднеются такие голубые оттенки в коре. Поэтому мы набираем голубую. И прям по-сырому, по прожилочкам на коре, добавляем голубым цветом оттенок. То же самое делаем фиолетовым. Но уже по теневой стороне. Здесь мы видим, что тени справа. Поэтому по правой стороне добавляем данный оттенок. Таким образом и у нас уже цвет коры стал интересным. И за счет того, что мы по-сырому добавили дополнительные оттенки, у нас получилось уже передать текстуру коры. Ветки, дополнительные листья. Все это мы будем делать гуашью. То есть вот такая у нас основа, подложка. Акварельная получилась. Нам, конечно, нужно подождать, чтобы она просохла. И мы могли с вами продолжать работу. Кисточки используем те же. Нам нужно доработать здание. Нам нужно показать теневую часть. То есть мы по дереву показали, что тени у нас правые. На здании лучше также показать, что правая часть в тени. Поэтому мы набираем уморуженную. В уморуженную немножко охры. Водичку. То есть тут мы все равно работаем не очень плотным цветом, но добавляем воду. Но гуашь у нас должна быть укрывистая. Это мы с вами помним. И закрываем боковой объем здания. В верхней части также. Здесь верхний объем. Обратите внимание, что между этажами мы оставляем блик, просвет. Точно так же работаем и с данной боковой стороной. Так, и верхний объем также. Вот, закроем. Просвет у меня оставить не получилось, но на следующем этаже получится. Отметили. Этим же цветом добавляем окна. Их много. То есть мы здесь достаточно силуэтно черточками, объемчики добавляем. Так, и здесь также. Вроде бы ничего не добавили, но уже силуэт зданий нашелся. То, что нам нужно. Возьмем немножко акварели, охру. Добавим белью. Добавим белью в цвет. Разведем водичкой. Чуть-чуть я высветлю теневой объем. Темноват получился. Так, и так же сами окна немножко приглушим, чтобы не было сильно контрастно. Нижний объем прикроем. Но какой-то сильной прорисовки здесь не нужно. Окна можно наметить кистью. Нацарапать обратной стороной ручки. Силуэтно, чтобы они появились, но без детальной проработки. Отлично. Дальше мы займемся листвой. Здесь нам нужна кисть с жесткой щетиной для того, чтобы создавать тычками объем листвы. Но опять же, нам не нужно с вами полностью скрывать акварельную подложку. Она нам тоже нужна. Поэтому мы будем работать достаточно прозрачным цветом. Поэтому мы изначально намешаем цвет мягкой кисточкой. Нам нужен красный, именно акварель, желтый и белила. Белила дадут укрывистости. Красный и желтый. Плюс мы работаем с дальним планом. Он не должен быть ярче первого плана. Поэтому акварель с белилами это то, что нужно. На сухую кисть набираем. Ниты чочками чуть попроработаем объемчик. Нижний край здания скрываем листвой. Можно набрать покраснее цвет, пожелтее. И в нижней части чуть понасыщеннее сделать тычки. Отлично. Текстуру нашли. Кисть пусть лежит в сторонке. Набираем сюда же бумборуженную акварель. И приглушенным цветом начнем добавлять листу. Точнее, не листу, извините, веточки. Нелезаметные веточки, стволы. Таким образом, целью, веточки, может быть, не листу, но даже громкостя. Набираем листу, листу, Леттуру. Заполняем объем. И здесь также. Отлично. Дальше набираем умбруженную гуашь. И добавляем деревья, которые ближе к нам, которые темнее. Здесь у нас идет дерево. И дополнительные веточки. Веточки растут в шахматном порядке. Одна ветка выше, другая ниже. Достаточно водички добавляйте, чтобы линии получались тонкие. Сделали. Дальше. Сделали. Тут у нас также идут объемчики кустов, которые потемнее этим же цветом. Стволы прорабатываем. И веточки. За счет этого получается глубина. Не только за счет плотности цвета, но еще и за счет насыщенности. То есть двойной объем. Так. В этом месте у нас также есть дерево. Но мы его сильно поднимать не будем, так как у нас на первом плане дерево будет активное и, конечно, лучше сильно не перегружать небо данным деревом. И веточки. отлично и продолжаем спускаемся ниже еще немножко веток добавим так сделали дальше у нас идет полянка я предлагаю сделать открытой без деревьев немножко отойти от фотореференца нам нужен опять же кадми красный кадми желтый немножко белил для укрывистости таким цветом начинаем прорабатывать мазочками можно еще чуть били прорабатывать листу на дальние полянки дальше мы можем уже взять открытый красный цвет гуашевый сюда добавить и продолжить добавлять мазками листу обратите внимание что мы мазки кладем по объему то есть выпуклый объем поляны поэтому объему мы кладем мазочки не прямо именно по выпуклому объему здесь какого-то резкого перехода в зеленый нет то есть мы и на зеленый заезжаем местами добавляем здесь также можно чуть-чуть желтый гуаши добавить и продолжим самое главное полностью акварельную подложку мы не перекрываем она должна местами виднется отлично дальняя полянка у нас готова мы можем немножечко смешать кадми красным с коричневым и чуть-чуть под дальними деревьями добавить тени вытянутые тени вправо чтобы немножко их приземлить на полянку отлично дальше мы займемся проработкой дерева нам нужно показать что оно на первом плане понятно мы будем сейчас усиливать его насыщенность прорабатывать текстуру коры дерева но опять же у нас нет задач полностью перекрыть подложку то есть у нас получились красивые голубоватые фиолетоватые оттенки то есть мы начнем с того что возьмем умбруженную коричневый цвет и фиолетовую можно даже вот мне фиолетовый добавить акварели потому что этот фиолетовый немножко светлый он должен получиться такой темно-коричневый цвет и им мы смело прорабатываем теневую часть дерева мазочками полностью не перекрываем добавляем текстуру дерева переход в корень таким образом проработали боковой объем поднимаемся вверх делаем то же самое здорово и здесь тоже по правой стороне веточки делаем то же самое отлично дальше этим же цветом продолжаем прорабатывать кору показывать самые темные стыки то есть где тут переходы в корешки цвет будет темнеть и также этим цветом добавляем веточки с правой стороны здесь также небольшая ветка будут уходить в бок здесь обратите внимание что основание ветка толще делаем дальше продолжим работу мы набираем с вами ухру красную и у вооруженную данным цветом прорабатываем светлую часть дерева такими же мазками полностью объемчик мы акварельной подложки не перекрываем также добавляем мазки по движению роста коры прорабатывая ее текстуру и не Сделали и этим же цветом мы добавляем ветки со светлой стороны, с левой. Точно так же у основания их делаем толще и прорабатываем объем веток. Если цвет закончился намешайте снова. Не бойтесь перекрывать здание. Веточки не спрашивают. Они просто растут. Отлично. Дальше мы возьмем открытый коричневый цвет прямо из банки с водичкой и переходный цвет еще подобавляем, чтобы переход в тени был мягче и в свет. Отлично. Дальше нам нужно добавить блики или давайте их добавим в конце. Сейчас мы можем смело перейти к листве. То есть мы набираем готовый оранжевый цвет гуашевый. Если у вас нет его, если у вас его нет, то вы намешайте желтую с красной и у вас получится рыжий цвет. Начинаем аккуратно натыкивать объем листвы на дерево. а а а Так, набираем больше красный, делаем такой же более красный, оранжевый цвет и еще тычки на листву. Дальше наберем желтый, кисть вымыем, вытрем, наберем желтую, желтый доработаем листочки. Отлично, дальше немножко добавим белый в данный желтый и вот нам важно показать, что это листва дерева, а не дальних кустов, поэтому мы набираем белую и по краю высветлим объемчик. Покажем, что это именно листва от одного дерева на первом плане. Именно слева стараемся высветлить листву. Отлично, теперь нам остается не так много, нам нужно доделать первый план, раскидать листвы, расставить блики, ну и добавить конечно же фигуры. Здесь акварелью можно серым цветом перед нами затемнить дорожку, ближе к нам сделать ее насыщеннее, темнее, дальше от нас светлее. Ну а дальше мы будем с вами открытыми цветами из банки желтым, оранжевым, красным раскидывать листву. Вокруг дерево, по краям дорожки добавляем. Сначала желтым, потом оранжевым. То, что у меня есть готовый оранжевый цвет, это, конечно, процесс делать быстрее. Если у вас нет, смешайте и добавьте мазками оранжевую листву. Красным цветом точно также добавляем опавшую листу. Теперь можно опять вернуться к акварели, к черному цвету с водичкой. Немножко добавим тень отопавшей листвы. Справа на тропиночку. Делали. И давайте силуэтно добавим фигуры вдалеке. Возьмем вот этот остатки гуашевые, фиолетово-коричневые. И силуэтно добавим фигуры. То есть нам достаточно добавить силуэт головы, плечи, то есть тут какой-то локоть, куртка, ноги. Все достаточно силуэтно отмечаем. Вторая фигура чуть выше, как бы намек, что она мужская. Делаем плечи шире. Достаточно силуэтно. Ну и конечно же от них падающую тень мы влево уводим. Остается расставить белые блики. Белые блики. Ставим блик. Конечно же слева и на веточки в том числе и на кору дерева. Также на фигуры. На дорожку. На корешок. Местами на ветке. Отметили. Можно местами на листочке добавить блики. На первом плане именно. Чтобы подчеркнуть, что это осень, слякоть. Такой у нас с вами сюжет получился. Достаточно сильно мы с вами скрыли здание. Можно вернуться к коричневым оттенкам на палитре и его силуэт уточнить, если вдруг совсем-совсем потерялось. Ну а потом там силуэтно должно видеться сквозь листу. Что-то там вдалеке есть. Но самый главный акцент у нас конечно же на фигуре и дереве. Достаточно романтичный сюжет получился. Обязательно вашу работу подпишите. В верхнем углу. Есть место для подписи. Ну что друзья, этюд готов. Большое спасибо за внимание, что рисовали со мной. Не забывайте делиться вашим итогом и конечно же присоединяться к конкурсу. Наши спонсоры Таир, Артавангард и Даркнот разыграют классные материалы. Таир подарит набор гуаши. Даркнот подарит скетчбук именно такой же, в котором я рисую. И Артавангард подарит набор кистей для легкого творчества. Для того, чтобы выиграть призы, вам нужно выбрать удобную соцсеть либо ВКонтакте, либо Инстаграм. Подписаться там на меня. Ну и конечно же читать условия. В каждой соцсети свои условия. Поэтому читайте их внимательно, выполняйте. Самое главное, рисуйте все три сюжета данного марафона «Осенние тюды». Всем желаю удачи и моря вдохновения. А мы с вами увидимся в следующих видео на моем канале. Всем пока-пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok